А вот скажите, пожалуйста, вот люди, которые курят, они же плюют на землю. Это грех вообще, ну как вот к этому относиться? Что сказать? Кто именно? Ну вот муж у меня курит, и когда он на землю плюет, мне кажется, что это очень плохо, потому что Господь создал эту землю, а ты плюешь на нее. А вы знали, что он курит, когда вы ходили за него? Да. Ну так вот и все. Вы сделали свой выбор, поэтому не ропщите. Молчать глотайте этот дым. Вы пример являете собой. Надо делать было обдуманнее, тогда бы не было такого. А сейчас что скажешь, вы уж все, вас не расторгнешь. Вы пошли за этой трубой дымной, и теперь она с вами. Так что молчите. Переносите все. Молитесь, может быть Господь его побудет или умрет раньше. 12 лет жизни они до срока не доживают, куряки эти. Он отравляет людей, делает пассивными курильщиками, кто в комнате находится. Я могу только посочувствовать. Я терпеть не могу этот дым. Какое-то зловоние. Почему Иоанн Кронштадтский говорил, уста, рот курящего, это демонская кадильница. Демонская. Черти в рот залезли. Все на этом. Наше сочувствие вам. Игнатий Тихонович. Да, слушай, Сиса. Он спрашивает, что муж курит и плюется на землю. Грех ли это плевать на землю? Да плевать-то не грех. Он отравляет дымом. Дымом отравляется. А что сплюнул, так только делов-то. Это в Германии нельзя. Я вот был в Литве. Идешь, а на стенах такие, как половина банки. И написано, шилшемс, плевательница. Чтоб ты подошел, плюнул туда, не под ноги, а на стене, прикованная. Как плевательница. Ничего не сделать это уже. Все терпеть надо. Вы вышли за него, и все. Теперь муж и жена, это одна. Игнатий Тихович, благодарю. Еще вопрос по Евангелии. Вот от Луки, когда перед страстями Христовыми, получается, он, я так понимаю, это тайная вечер была. И вот здесь написано, что и сказал им, когда я посылал вас без мешка и без сумы и без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Они отвечали, ни в чем. Тогда он сказал им, но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его так же и суму. А у кого нет, продай одежду свою и купи меч. Ибо, сказывая вам, что должно исполниться оно мне и всему написанному, и к злодеям причте. Ибо то, что о мне приходит к концу. Они сказали, господи, вот здесь два меча, он сказал им, довольна. О чем здесь речь идет? Как это понимать? А так понимать. Он много раз им говорил, что его возьмут, распнут, они не верят. А он теперь прямо говорит, купите меч. Вот присутствие меча в руках говорит о том, что военное положение. До этого я о вас заботился, кормил, а теперь сами о себе заботитесь. Пошите, сейте, стряпайте, ешьте. А лишние там мешки-то эти разбазаривали, меч купи, меч. Он нужен им был, чтобы поверили, что его возьмут и его казнят. Вот для этого. Ну, а меч, они что, должны были как-то сражаться? Ведь Господь сказал, не убей. Но он и не говорил, убивай. Говорит, взявший меч от меча погибнет. Ну, на два меча, на 12. Разве это довольно? Ну, один меч, один нож на шестерых. Довольно, значит. Речь идет не о применении его, а чтобы поверили, что будет гонение на Христа. Все на этом. Поговорю, Христос Воскресе. Да. Да. Да, Дикшич. Христос Воскресе. Ну, воистину, Воскресе. Вопросы? Еще вопросы. Отец хочет спросить. Вопрос. Можно? Можно, конечно. Христос Воскресе. Спрашивай. Игнатий Тихонович. Да. Такой вопрос. Не знаю какой. Корректный, некорректный. Работники 11-го часа. Бывают причины со всеми работниками? Или нет? Я не пойму, что у вас. А то вы стучите там. Вопрос-то в чем? Ну, вопрос в чем? Как в Евангелии написано, что работники 11-го часа пришли и получили такую же оплату, как и остальные. Ну, это имеется в виду, что они будут Господом прощены, как бы, да? Конечно. Один приходит молодой, а другой под старость. И он всем дает один динарий. То есть одно место в раю. Ну, если придете, искренне раскаетесь, будет это определенно. В 11-м часу. Проси у Бога слез, молиться. Помогай сколько можешь. Хоть на боку лежишь и все равно что-то делай. Хоть веревки верь. Ну, ясно. Спасибо. Слава Иисусу Христу. Игнатий Тихонович, еще вопрос такой. Давай. Я слышала, что есть спас нерукотворный. Это когда Христос нес свой крест, какая-то женщина дала ему ткань, чтобы он промахнул лицо, и осталось его, ну, как лик на ткани. Правда ли это? Существует он? Если да, то где? А кто где существует? Ну, вот это полотно с изображением Иисуса Христова. Это на мертвом было, на мертвом, плащаница. И доказательства то, что в первом веке доказали, а что именно Христу принадлежало, никто не знает. Может быть, это и не Христу совсем. Ну, люди любят разные реликвии. А я вот просто посмотрела фильм «Страсти Христовой», там есть момент, что какая-то женщина к нему подошла и дала промокнуть именно лицо. Нет, нет, это не так было. Авгарь был царь такой, и он прокаженный был, и послал послов. Авгарь. А Христос взял полотенце, убрус называется, приложил к лицу и отпечаталось. А ему принесли, и он утерся, но у него эта болячка еще немножко осталась. И он, когда узнал, что евреи его гонят, он решил армию собрать и евреев раздавить. Ревностный такой был. Царь Авгарь. Вот откуда нерукотворный образ. А вот которая плащаница, это прямо с мертвого тела отпечаталось. Побитый, волосы, все. Это человек. Но кто это был, никто не знает. Ну, так вот принято считать, что Христос был. А может быть, и не Христос. Но на спасение нам это никак не влияет. За этим не надо гоняться. А то поезд, Богородицы, много людей пришло. Да мы это любим. Языщество сплошное. Понятно, благодарю. Слава Иисусу. Все, тогда отхожу. Игнать Тихин. Продолжение следует.